В 5.08 я проснулся от того, что ракета пролетела по аэродрому. Командир взвода зашел, сказал, мальчики, все, началась война, собираемся. Сейчас у вас будет короткий инструктаж, как пользоваться джавелином. Мы два сидели, два человека, и думали, как им пользоваться. Куча кнопок, и никто не знает, что с ним делать. С одной стороны гора, с другой стороны гора. Одна наша, другая не наша. И мы посередине. Заехал батальон танков. Да, они, конечно, там все остались. Как просветление, так скажем. Все вспомнилось как-то. Все, что где-то слышал, где-то читал, оно как-то вот так вот раз, и появилось в голове. Потому что я с одной позиции сделал три спуска. И они не попачили. И ни один ствол танка на меня не повернулся даже. Мне кажется, у них добавилось больше... Отчаяния. Ну, то есть, типа, уже одеваться некуда. Какая разница. Ну, как я оказался на воинской службе. В далеком 17-м году я пришел в армию. Подписал свой первый контракт. 24 февраля 22-го года я находился в казарме. У себя, на территории воинской части своей. Проснулся в 5.08. Это вот как сейчас помню. В 5.08 я проснулся от того, что ракета прилетела по аэродрому. Ну, мы проснулись. Командир взвода зашел, сказал, мальчики, все, началась война. Собираемся. Собрались. БК. Оружие БК. Все собрали. Заняли круговую оборону. Ждали. Ну, оттуда, откуда мы думали, не пошла атака. Мы сидели, сидели. Ждали. Не пошли. Пошли на Киевскую область, на Харьковскую, на Черниевскую, на Сумскую. Вот. Донецкая область как-то обошла нас. Ну, в том участке Донецкой области, где я был, как-то не пошла. Ну, в итоге мы сидели, ожидали, пока нам не прилетела задача, все. Мы создаем, создается дживелиновая группа противотанкистов, которые будут работать с дживелином. Потому что поставка приехала конкретно в бригаду. И с моего батальона, там, где я служил, нам выдали, нам выбрали людей. Сказали, все, сейчас у вас будет короткий инструктаж, как пользоваться дживелином. Этой установкой ПТРКшной. И едем. Все понятно, хорошо. Показали нам видео с Ютуба. Потому что, ну, никто не... Ну, я не знал. Товарищ мой, он чем-то интересовался, он... Ну, я не интересовался вообще дживелином. Мой товарищ, он где-то что-то слышал, где-то что-то читал. Он, как бы, мне помог разобраться. Ну, а в основном, мы два сидели, два человека, и думали, как им пользоваться. Куча кнопок, и никто не знает, что с ним делать. Разобрались? Конечно, разобрались. Ну, а что? За два часа до боя нам показали, что надо нажимать. И все. Поехали работать. Вот. Как первый вид працювала? Ну, успешно. Для первого раза я вполне успешно отработал. Вот. И товарищ у меня вполне успешно отработал. Даже с тем раскладом, что у него была намного хуже подготовленная и хуже выбранная позиция, чем у меня. Он тоже вполне успешно отработал. Ну, самый такой запоминающийся бой был, это Каменка. Населенный пункт в Харьковской области. Вот. Там, конечно, мы сидели, грубо говоря, как в яме. С одной стороны гора, с другой стороны гора. Одна наша, другая не наша. И мы посередине. Вот. И все. Вот так вот шли бои. Были штурмы. Пытались нас выбить оттуда. Ну, ровно через месяц после начала полномасштабной войны, 24 марта, нас оттуда все же выбили. Потому что прям посередине села заехал батальон танков. Да, они, конечно, там все остались. Но помимо... В Палане. В Палане. В Палане, да. Но потом пошли боевые машины пехоты, пехота. И начала просто уже выжимать нас оттуда. Потому что их было гораздо больше. Не было ни сил, ни возможности это все сдерживать эти позиции. Уже как такового села по факту не было. Подвалы. Уже очень много. Многие подвалы были разрушены. Позиции все были уже, так сказать, вычислены. Уже все знали, откуда будет бить. Тот же АГС. Те же там ПТУРы. Даже те же джевелины. И мы оттуда отошли. Отходили полями, посадками. А вот следом летела авиация, и артиллерия, и реактивная, и ствольная. Но оттуда вышли, и вполне успешно вышли. Расскажите больше про джевелины. Первый бой вы сказали. Как эта техника работает, и сколько вы ней использовали? Я, в принципе, понимал, как эта техника работает. В принципе, теоретически я понимал, как это работает. Но на практике, в боевых условиях, это, конечно, я не знаю, как просветление, так скажем. Все вспомнилось как-то. Все, что где-то слышал, где-то читал, оно как-то вот так вот раз, и появилось в голове. Вот. У меня был товарищ, он и сейчас есть, но он в плену. Мой помощник, мой второй номер, помощник оператора. Он нес две ракеты, я одну ракету с установкой. Вот. И мы как-то, даже не помню, чтобы была какая-то... Не было ни паники, но такой. Был просто один сплошной, наверное, адреналин, и все. Вот оно как-то все само присоединялось, закидывалось на плечо. Даже с тем раскладом, что он весит 23 килограмма, он очень легко запрыгнул мне на плечо, и очень легко я отработал. Да, конечно, была сложность, потому что я запомнил с прицеливанием. Вот эта вот задышка, быстрое дыхание, дрожь в руках. Это было, конечно, усложняло задачу. Росеяни боялись наших розрахунків джевелина? Я не совсем уверен, что они их видели даже. Потому что это происходит очень быстро. От момента выхода ракеты с канала автобуса этого, у них остается там еще секунд пять. А вы видели их реакцию, от когда они видят, что до них летит ракета джевелина? Я не уверен, что они ее видели. Это не ракета, не граната с РПГ. Она не такая громкая. И я не думаю, что они даже замечали ее. Потому что я с одной позиции сделал три спуска. И они не побачили. И ни один ствол танка на меня не повернулся даже. В мою сторону даже. Да, артиллерия сыпала. Но артиллерия сыпала везде, поэтому... Потом, когда уже начала пехота выжимать самого села, уже выгонять на поля, на огороды, тогда мы уже начали отходить. Розкажите про свою службу в Африце, в миротворчому контингенте. Что происходило там, и чем можно сравнивать этот ваш бойовый опыт с тем, что происходит в Украине? Мы вообще сравнивать его, я думаю, не стоит. Потому что я служил в Африке в составе вертолетного отряда. Я служил там в взводе охраны. Моя задача была охрана базы и охрана, грубо говоря, первых лиц отряда. Да, были некоторые стычки, но это стычки, а здесь война. И это вообще не сравнится. То население, оно не боится оружия. В Африке. В Африке. Оно не боится оружия. Оно боится палки, камня, дубинки какой-то. Оно не боится оружия. Потому что они знают, что если военнослужащий, который идет в голубом бронежилете и голубой каске, то есть в миротворческой миссии, и он выстрелит, у него будет намного больше проблем, чем у местного населения. В бою за этот час изменилась поведенка россиян? Да, я бы не сказал, что она сильно изменилась. Мне кажется, у них добавилось больше отчаяния. Ну, то есть, типа, уже одеваться некуда. Какая разница. Вот, я так думаю. Ви спілкувались с ними? С полоненными? Нет, нет, ни разу. Вот. Я уже... Нет, я... Была возможность один раз. Ну, мне было даже не интересно с ними общаться. Ну, просто... Я не уверен, что я бы себя сдержал бы в этот момент. Вот и все. Что наиважное в вашей службе? Общение с родными, наверное. Ну, это больше морально тяжело. Чем? Ну, потому что, когда не выходишь на связь, там, какую-то недельку, и тебе начинают все звонить в слезах, соплях. Ну, вот это тяжело. Тяжело, что? Носить это все добро, конечно, тоже тяжело. Но это физически тяжело. Морально, психологически тоже тяжело. Иногда, ну, просто сидишь и молчишь, и не всегда хорошие мысли в голову приходят. Вот. Что плануете після перемоги? Полететь, отдохнуть, наверное, куда-то. Потому что в этом году я планировал. У меня на этот год было очень много планов. Ну, трошечки. Подкорректировали мне их. Мори, горы? Наверное, горы все же. В Карпатах были наши? В Карпатах нет. Наверное, горы или где-то поближе к океану. На солнышке погреться. Дякую вам за вашу работу, за то, что вы тут, вы защищаете страну. Дякую за интервью. Вам так же дякую. Это Дмитро Клименко, и мы спілкувались с нашим військовым, Георгем, который работает, защищая нашу страну. Осталишайтесь с Суспольным.